Около 16,5 тысяч человек катались в эти дни на Краснополянских склонах. Это в несколько раз больше, чем местных жителей в близлежащих поселках. С первых же дней наступившего Нового года отели и автостоянки горнолыжных курортов заняты полностью. Впрочем, сейчас кататься можно без ограничений. Провести каникулы в Сочи приехали гости со всей России. И уезжать обратно, кажется, никому не хочется. Кирилл Араев занимается фрирайдом. Ездит не по трассам, а вне их. Спортсмен испытывает сочинские горные склоны уже шестой год. Говорит, здесь настоящий рай. Мы приехали встретить Новый год и немножко покататься. Но просто здесь вот такая погода, отсюда невозможно уехать. У нас есть друзья в Сочи. Они говорят, ребят, что вам делать в этой Москве? Там минус 20, снега нет, оставайтесь. Мы бросили свои билеты на самолет. И вот остались. У нас еще нет обратных билетов. Мы катаемся. Это ощущение пухлого снега, которое как сейчас. И то ощущение, что ты мчишься как по волнам. И даже можно увидеть людей, потому что все вскрикивают. Лау-лау. Это действительно очень радостные и подъемные такие ощущения. Чтобы обеспечить запоминающийся в хорошем смысле слово отдых, в городе еще задолго до новогодних праздников были созданы оперативные штабы, в состав которых вошли представители управления курортного дела и туризма, торговли, транспорта и ЖКХ. Под контролем буквально все. От качества питания в ресторанах и наличия систем безопасности в отелях до прогнозов погоды. И, как показывают итоги, критических проблем нет. Имеются лишь мелкие недочеты. Порой недостаточно техники для уборки снега у той или иной гостиницы или по мини-гостинице. Есть также сбои в работе экскурсионного транспорта. Иногда экскурсионный транспорт подходит вне утвержденного графика. Но это не критично. Как отмечают специалисты, в период новогодних праздников в Красной Поляне насчитывают от 150 до 300 тысяч туристов. А в целом на курорте в 2-3 раза больше. Судя по всему, мода на отдых в Сочи возвращается.